Казахстан В программе интервью с генеральным директором Национальной академической библиотеки Казахстана Умитхан Муналбаевой. Одним из участников делегации во время визита президента Казахстана в Соединенные Штаты Америки известно, что вам удалось договориться о том, чтобы казахстанская литература была представлена в библиотеках США. Расскажите, пожалуйста, о том, какая работа была проделана, то есть насколько это было сложно. Спасибо большое за возможность сегодня действительно телезрителям рассказать и всем казахстанцам о том, что большой гордостью сегодня является тот факт, что в 19 странах Европы мы имеем свои центры казахстанской литературы и культуры. Это 19 страна Америка, где мы представили центр казахстанской литературы и культуры в самой крупной Нью-Йоркской библиотеке в Нью-Йорке и в библиотеке Конгресса США. И это, возможно, стало в рамках реализации программной статьи главы государства Булашака Багдар Рухани Жангру. И в контексте реализации этой программы мы сегодня имели возможность представить мировую библиотеку наших известных классиков, как Абай, который был переведен более чем на 100 языков. Что такое книга? Книга – это история народа, это история современности, это быт. И я думаю, что мне очень повезло сегодня быть именно в той делегации, именно в период, когда Казахстан председательствовал Организации Объединенных Наций. И в этой рамке мы могли представить литературу именно для американцев. И я думаю, что по итогам информации в социальных сетях очень большой интерес. Мы вчера отследили более чем 3 тысячи наших в социальных сетях читателей. И в других, скажем, социальных сетях есть такие, скажем, одобрения о том, что в самом деле нужно пропагандировать через книгу. А книга – это народная дипломатия. Поэтому я думаю, это очень здорово. Но достигать такие успехи не так просто. В самом деле легко, потому что нам приятно гордиться своим президентом. Приятно, что Казахстан за свои 26 лет достиг очень многого в экономике, в культуре. Нас знают, нас узнают, нас познают. И поэтому мы долго вели переговоры, но они завершились успехом. Поэтому в этих двух библиотеках Америки нас с большим воодушевлением встретили. И теперь более 200 книг в Нью-Йоркской библиотеке, более 200 книг в Конгрессе США в Вашингтоне. То есть в общей сложности 400? Да, это первое. Вообще по положению для открытия таких центров положено не меньше, чем 200 книг. Поэтому мы придерживались этого принципа. Ну вот так вот скользко упомянули, что была представлена одна из книг Абайкуна Баева. Расскажите, кто определял, какие именно произведения там будут представлены, какие авторы и почему именно эти книги были определены. Вы знаете, на самом деле вся казахстанская классика. И если говорим о Мухтара Ози, мы говорим о Абайе, мы говорим о Кошпиндлер, которая в канун 550-летия казахского ханства вышла, Тарихи Рашидзи. Это те книги, которые рассказывают о Казахстане. Ну, например, много было иллюстрированных книг о Казахстане, которые свидетельствуют о нашей богатой истории, о нашем богатом Казахстане. Это тоже такой огромный интерес вызывал. Вот даже на Фейсбуке можно увидеть, как они рассматривают книгу Абай Ели. Это наш симпалатинский обыск, где родился наш великий Абай. Поэтому мы, конечно, коллегиально вместе с учеными, нашими писателями, думали, какая книга была бы интересна. Поэтому книги Жамбула Жабаева, например, Улжас Умерщи Сулейменова, это стало таким достоянием для наших американских читателей. А вот в настоящий момент какая еще работа проводится над тем, чтобы... Ну, понятное дело, что хочется, чтобы казахстанская литература была распространена максимально по всему миру. Вот в данный момент какая работа проводится именно над переводами и над другими договоренностями с библиотеками? Ну, опять же, вот в рамках реализации Рухани Жангру Булла Шака Багдар у нас большая возможность, благодаря нашему министерству культуры и спорта, нами выделены деньги. Мы переводим на шесть языков ООН, на мировые языки работы наших писателей. Так же и Абай, точно так же Улжас Умарча, который уже переведен на многие языки, Джамбула Жабаева. Это молодых наших писателей, не только, скажем, и классиков, современных писателей. Поэтому там очень большой перечень, более чем сто, скажем, поэтов, сто прозы, там поэмы. Это огромный список, и скоро станет оно застоянием для мирового читателя, скажем, это будет в электронной нашей библиотеке. Поэтому это тоже очень большой успех в рамках реализации Рухани Жангру Булла Шака Багдара. Ну, возможно, не все интересовались, что собой представляет в целом библиотека Конгресса США, да, и вот в том числе для мировой литературы. Поясните, вот какое влияние окажет присутствие казахстанских книг вот именно в ее фонде на развитие и узнаваемость литературы Казахстана? Ну, вы знаете, мне просто приятно сказать, что мы впервые, наша национальная академическая библиотека представляет сегодня именно американским читателям в Конгрессе США. Это самая богатая, самая, скажем, содержательная. Более чем 125 фондодержателей эта библиотека. Она создана в 1800 году. Очень большой фонд фонотеки, так скажем, фотографий, карты. И огромный зал, скажем, для Средней Азии и Востока. Там представлен нам уголок, где мы представляли именно нашу литературу. Но Нью-Йоркская библиотека, в которую входит тройку лучшей библиотеки после Конгресса США, Британская библиотеки и Нью-Йоркской библиотеки. Там ежегодно читателей 18 миллионов, представляете? И если один, да, половина читателей, где-то около 7,5, оказывается, это электронные читатели, которые могут через интернет читать эти книги. Поэтому большая честь. Более того, мы достигли договоренности о том, что наша база электронной библиотеки будет доступна для британцев, точно так, то есть для американцев, я извиняюсь, да. Их электронные книги будут доступны для казахстанцев. Это большой успех. Я думаю, это большая, скажем, палитра общения сегодня для наших студентов, которые учатся. По статистике, сегодня более чем 2 тысячи наших студентов обучаются в Америке. И они с большим воодушевлением, с гордостью восприняли новость о том, что в Америке будет наш центр казахстанской литературы. Хочется как раз узнать, да, какое значение именно для учащихся представляет то, что вот библиотека Конгресса США и публичная библиотека пополнилась экземплярами казахстанской литературы. Да, в самом деле эти книги, многие из них на английском языке с переводом, вот Кошпиндлер, допустим, на трех языках, то я думаю, они могут с удовольствием это показывать, читать, рассказывать, пропагандировать, так скажем. И, наверное, пользуются в ежедневной своей, там, скажем, в учебном процессе, да. Я думаю, это большая помощь для студентов, которые обучаются за рубежом. Для этого мы и возим эти книги, открываем эти, чтобы больше познавали о казахах, познавали казахстанцев, о нашем многонациональном Казахстане. И это большой успех. Ну, наверняка проводилась в том числе и исследовательская работа, да, вот о том, какой интерес в целом проявляется к казахстанской литературе, к казахстанской культуре, вот в том числе и во время минувшей поездки, да. А вот расскажите, каким выводом пришли, именно вот какой интерес проявляет именно Казахстан, казахстанское общество для зарубежного человека? Вы знаете, во-первых, было очень гордо смотреть выступления президента, а мне было вдвойне гордо, потому что я находилась где-то недалеко. Мне удалось бывать вот именно в здании Организации Объединенных Наций, вот быть в этом зале, чувствовать, как большим уважением относятся к главе государства, как с большим трепетом, уважением слушали нашего президента, когда он входил в зал, знаете, это было настолько приятно. Поэтому после его встречи с президентом Америки, с Трампом, ну, все эти наблюдали, а мы там рядом, поэтому это еще переполняло нас гордость о том, что мы на правильном пути, потому что Казахстан, как суверенная страна, сегодня полноправно, сегодня представляет такую огромную, в огромной стране, более чем 350 лет историю американцев, и мы с 26-летним своей историей сегодня тоже имеем равные права и представлять и культуру, и вот, и кинематографию, скажем, и, конечно, нашу литературу. Это было очень гордо, и, наверное, теперь возрастет еще больше интереса, потому что, в самом деле, американцы, увидев нашего президента, думают, ну, надо же, надо побывать в этой стране, а чтобы побывать, надо посмотреть книги, и они обязательно придут в библиотеку и будут читать, интересоваться, я думаю, в этом нет абсолютно никакого сомнения. Ну, известно, что во время подобных визитов проводится работа по сближению культур, вот вы упомянули уже о том, что американским читателям будет доступна электронные книги казахстанские, да, вот в том числе и для казахстанских читателей электронные книги американских писателей. Вот расскажите еще, какая работа была проведена, какие договоренности были достигнуты вот именно во время визита и вообще в целом, как работа проводится? Вы знаете, вот еще хочется сказать о том, что мы были на концерте «Астана-балет», да, каким воодушевлением они принимали выступления наших артистов, да, потом была огромная выставка, мы тоже там несколько книг в этом фойе выставляли, и все подходили и хотели купить эти книги, понимаете, такой интерес. Поэтому, я думаю, нам нужно, мы договариваемся о том, что эти книги, которые выпускают наши библиотеки в Америке, будут доступны. Они обещали присылать нам почты, свои новые книги, а то, что появляется в наших фондах по госзаказу, выпускаются книги, и те, которые на иностранные языки будут изданы, они будут обязательно доступны. У нас подписаны меморандумы со многими библиотеками. Поэтому это сейчас абсолютно не проблема сегодня взаимодействовать, встречаться, писать сегодня и обмениваться электронными книгами. Тем более, что наша электронная библиотека посещает более чем 120 стран, которым интересен Казахстан. И каждый раз эта цифра возрастает. А сейчас можно, кстати, сказать о том, что фактически вся литература, которая представлена в Национальной академической библиотеке, доступна в электронном виде? Или работа над этим ведется? Вы знаете, я думаю, что она будет скоро представлена. Мы буквально вчера завезли огромные, благодаря министерству, машины, отцифровочные машины, аппаратура, которая стоит очень-очень дорого. Мы даже их не распаковали. И благодаря этой машине мы начнем формировать еще больше фонд, электронная библиотека, которая станет в большом количестве для большого читателя, доступна для не только казахстанцев, и для наших зарубежных гостей, я так думаю. Но у нас есть не только Национальная академическая библиотека, у нас есть областные библиотеки, которые тоже оцифровывают. У них в регионах тоже выпускаются книги, поэтому у нас будет возможность оцифровывать и их книги. В общем, большая возможность по доступности в электронном варианте книг информационного поля только расширяется. Говорят, что интернет не нужен, не нужно читать. Но я бы сказала, что весь мир, к счастью или к сожалению, и электронные книги читает, и настоящие книги, они тоже всегда востребованы. Я всегда рассказываю тот случай, когда я была в Корее. Удивительно, техника выпускается, айфоны, айпады, пылесосы, фотоаппараты, они выпускают, но в библиотеке огромная очередь на книги. Поэтому я думаю, что право выбора всегда оставаться должно зачитателем. Более того, мы были недавно в Японии, буквально в конце того года. Мы ездили с нашими представителями интеллигенции, Гагари Фалайесен, Торсуншотпай, посмотрели библиотеку и открыли там центр библиотеки, которая тоже входит в тройку библиотека Японии, центр казахстанской литературы. Надо сказать, что огромные залы с читателями, несмотря на то, что вы знаете, насколько развита техника в Японии. Это большой пример о том, что как бы не развивалась сегодня техника, а книга остается ценным инструментом для читателей и востребованным, наверное. Ну, будем надеяться, что это останется очень долгое время, и в будущем будем наблюдать за этим. Актуальность, я думаю, никогда он не потеряет, потому что если с тех пор, как Америка, как Британия, Британская библиотека, полные залы, потому что тоже огромная в тройку входящую, в двойку входящую библиотека Англии, тоже полный читатель именно в нуждающихся книгах. А более того, еще интерес к редким книгам и рукописям и в Вашингтонской библиотеке, в Нью-Йоркской библиотеке, и как прекрасно сегодня можно гордиться, что у нас в Казахстане и у нас в Астане открыт центр казахстанской редких книг и рукописей, где есть самые уникальные книги. У нас вообще замечательный фонд, просто пока не все знают об этом. Это уже тема для другой беседы, поэтому я надеюсь, что мы также встретимся и ее обязательно обсудим. Спасибо вам большое за то, что уделили время и рассказали о замечательной работе, которая проводится, и желаем вам успехов. Спасибо вам тоже большое. Спасибо за то, что вы всегда уделяете книге и библиотеке большое внимание. Спасибо. Я напомню, мы беседовали с генеральным директором Национальной академической библиотеки Умитхан Муналбаевой. На этом все. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!